Барлака, на секундочку. Всем привет, я рада, что вы подключаетесь, у нас уже 38 человек. Помогайте, делитесь эфиром, чтобы у нас было больше. Поговорим с Барлаком Мендагазилом, с ним давно уже не общались, тем более здесь, на платформе инстаграма. Я знаю, что вы некоторые на меня обижаетесь, что я все время сейчас выступаю больше на ютюбе, но практически не делаю эфиров на инстаграм. Это просто связано с тем, что нет специального, скажем так, аппликейшн, программы, которая позволяла сразу же трансляцию делать и на ютюбе, и на инстаграме. Ну, ждем, как наш Барлак подключится. Должен увидеть сейчас наше сообщение. Так, пишите в комментариях, какие бы вы хотели задать вопросы Барлаку Мендагазилу или, например, мне в связи с резолюцией Европейского парламента, в связи с последними событиями в Казахстане. Мы будем очень рады ответить вам на эти вопросы, если мы, конечно же, будем в компетенции и в состоянии это сделать. Так, что-то Барлак не может подключиться. Сейчас мы его еще разочек попробуем. О, отлично. Барлак, вы с нами. Привет. Так, привет. И, в общем, отлично видно, отлично слышно. Ну, Барлак, во-первых, я хочу вас поздравить. Сейчас в последнее время про ваше дело стало очень совсем громко. Я бы сказала настолько громко, что целый Хабар посвятил вам целый час времени эфира. И, конечно же, потом это растерживали очень многие блогеры, ну, аккорды, да. И, фактически, вот этим пропагандистским материалом они вас уже трансформировали, как они любят это говорить, и зэка-активиста, правозащитника и мецената фактически, ну, признали вас оппозиционной политикой. Это случилось практически, ну, сразу после принятия Европейским парламентом резолюции о правах человека в Казахстане. И мы знаем о том, что именно ваши фамилии и многие другие именно политически преследованных были под риском исключения, как раз-таки из-за лоббинга со стороны Министерства иностранных дел Казахстана. А также, к сожалению, в этом помогали некоторые депутаты Европейского парламента, если были конкретных три депутата Европейского парламента, и даже посол Европейского Союза в Казахстане. То есть, ну, вот скажите, с чем это связано, что вы такого сделали, почему вам был посвящен фактически целый час на Хабаре, и что это означает? Привет, Людмила. Привет всем вашим слушателям. Даже не знаю, или радоваться, или огорчаться, вот, но так получилось, что, по сути, по сути, сегодня в Казахстане режим Назарбаева, преступный режим, а тем самым они записали меня вот именно в оппозиционные, в оппозиционные политика, и, по сути, я стал, так сказать, на второй, стал вторым врагом режима. Первый, как вы знаем, все, весь Казахстан знает, это Утро Кабулович. Вторым стал, как, не знаю, к радуше или к несчастью, стал именно я. Почетное место, это признание? Очень такое, знаете, очень двойственное чувство такое, и, с одной стороны, как я говорю, не знаю, радоваться, не знаю, огорчаться, но так или иначе, что есть, то есть, да, мы живем в стране, где, к сожалению, убивают политических оппонентов, где сажают, используют массовые репрессии в отношении собственного народа, гражданских активистов, где стали убивать и детей гражданских активистов. Вы знаете, весь мой жизненный путь складывался так, я ведь начинал вообще с эко-активизма, и параллельно, как, ну, это, вот, параллельно занимался меценатом, как и многие предприниматели в Казахстане. Но ведь проблема в том, что Назарбаевский преступный режим, он сделал все, чтобы я стал политиком. И мое, единственное, вот, вранье, то есть, у них 100% все это вранье, 99% вранья, и вот есть 1% в том, что они правы, эти, извините меня, пропагандоны режима Назарбаева, в том, что я действительно не занимался политиком, и я это признаю, это моя очень такая, знаете, ошибка в жизни, что я был вовлечен раньше в политику, в то время, когда были, вот, Мухтарь Кабулович, да, уже 20 лет назад, 25 лет назад они пытались организовать такое демократическое движение, партию зарегистрировать, и их преследовали, их убивали, их сажали в тюрьмы. К сожалению, да, и многие в таком положении находятся сегодня, именно в таком положении. Это очень опасно. Сегодня, как я раньше говорил, уже не заниматься политикой, это уже преступление, это значит, уже ты сотрудничаешь с этим режимом преступным. Ведь он на этом же и на Зарбаевском режиме держится, на том, что люди вроде бы как чуть-чуть, вроде как бы против режима, и как бы чуть-чуть, вроде как бы из-за гражданского общества. Но так не бывает. И поэтому я осознанно, осознанно стал сторонником мирного демократического оппозиционного движения, демократические выборы Казахстана и Кочи партии. И, как вы знаете, резолюция как раз-таки, и пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех казахстанских правозащитных организаций, журналистов, гражданских активистов, которые так или иначе участвовали именно в работе по выпуску этой резолюции Европарламента. И, конечно, я хотел бы поблагодарить и депутатов Европейского парламента за то, что они таким образом обратили, наконец, внимание именно конкретно. И выдержали удар. Тоже очень важно. То есть они не поддались на провокации, не поддались на пропаганду, которую пытались на них навесить. Со всех сторон фактически их снабжали, со стороны МИДа Казахстана, и в том числе через различных лоббистов, даже через посла Европейского Союза в Казахстане. Это вообще, конечно, беспрецедентно. Это общая наша победа, прежде всего для общего казахстанского общества. Потому что, как вы знаете, тысячи-тысячи семей подверглись репрессиям в Казахстане именно от преступного действия режима Назарбаева, Тукаева, Масимова. И вот эта как раз-таки атака на меня лично, именно вот этого рупора режима Хабара, именно это подчеркивает в том, что мы стоим в правильном направлении, мы стоим на правильном пути. Гражданские активисты, правозащитники. И мы делаем очень полезную работу для нашего, прежде всего, общества казахстанского. И эта истерия режима как раз-таки показывает, что мы действительно наступили на самое больное место. И таким образом мы дали возможность, открыли международному сообществу, демократическому сообществу, показали, что у нас в Казахстане воцарился преступный режим Назарбаева. И их силовых ведомств, как Комитет национальной безопасности, во главе с Масимовым, с Амат Абишем и многих-многих других силовиков, которые, по сути, работают против собственного народа. И против интереса. За счет народа, что тоже очень важно. За счет народа, но против народа. Да, 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 это очень важно. И сегодня эта резолюция, это наша всеобщая победа гражданского общества. И это только начало, это только маленький шаг. И поэтому мы об этом часто говорим, пишем о том, что гражданское общество, оно начинает понимать, осознавать, что именно главное зло находится в Аккорде. Главный экстремист, главный террорист, главный преступник. Это Назарбаевский режим, и до сих пор, который управляет этим преступным сообществом, сам Назарбаев, и, соответственно, он приватизировал все абсолютно в этой стране. Не только нефть, газ, не только цветные металлы. Он приватизировал суд, он приватизировал прокуратуру, он приватизировал СМИ. И все это работает только именно на сохранение этого преступного режима, их не власти. И поэтому сегодня меня это очень сильно мотивирует, что они пытаются таким образом атаковать. Конечно, подвергаются... Они атаковали еще в том числе ваших членов СМИ. То есть они там, опять же, говорили про то, что украденные лошади, оказывается, которых искали под кроватями, на самом деле они были где-то там из России украдены. То есть там настолько был какой-то мишмаш. Я думаю, что они в такой спешке пытались сделать хоть какой-нибудь материал против вас для того, чтобы попытаться оправдать свои действия, чтобы удалить вашу фамилию, в том числе из резолюции Европейского парламента. Или же это была более, скажем так, уже истерическая реакция на то, что Европарламент призвал принять санкции. А вы были и являетесь одним из тех, кто сейчас активно работает в этом направлении, именно в том, чтобы привлечь высшие должностные лица Казахстана к списку персональных санкций в различных странах. ЕС, США, в смысле, да, ЕС, США и Канада и другие страны. То есть вот как вы считаете, вот что было первостепенным здесь, или это смесь причин, почему именно сейчас, почему после резолюции вышел этот эфир на Хабаре? Ну, это спланированная атака, и она давно планировалась, атака именно лично на меня, на моих коллег по работе, на моих родственников. К сожалению, они сегодня являются заложниками этого режима. Это, конечно, не может не беспокоить меня, и я об этом, естественно, переживаю, но в любом случае я не остановлюсь от своей борьбы. И почему я говорю, что да, резолюция – это всего лишь первый шаг к тому, чтобы принять санкции в отношении Назарбаева, в отношении этого преступного режима. И мы обязательно добьемся этих санкций. И поэтому это истерия, это… Ну, мы как бы схватили за хвост шайтана, скажем так, да. И, конечно, вот этот виски поросячий, это подчеркивает то, что они испугались этого. Поэтому идет такая атака… То есть вы движетесь в правильном направлении? Мы все движемся в правильном направлении. Наше гражданское общество движется в правильном направлении. Наши правозащитники двигаются в правильном направлении. Мы правильно подали месседж все вместе, мы правильно подали месседж европейскому парламенту, европейским политикам. И показали свою солидарность, чего ранее не было. Вот сейчас фактически гражданское общество большим голосом доказало свою солидарность и возможность именно объединенно двигаться. Да, поэтому это огромная наша победа, нашего гражданского общества. И я не хотел засорять ваш эфир этими пропагандонами из Хабара, но я хотел бы воспользоваться этим моментом, и чтобы более развернуто ответить на их атаки, я пользуюсь моментом, хотел обратиться к Дмитрию Оленикову, по-моему, ведущему Хабара. Я приглашаю его на дебаты в режиме онлайн, в социальных сетях, используя площадку без цензуры, без Ерхизбаева и других подшептывающих пропагандонов. И этот Дмитрий Олеников является учеником Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, который именно Хабар, этот рупор является не только преступного режима, но и преступного режима путинского. И поэтому это именно Архабар сеет социальную рознь, национальную рознь, и вопросы поднимают, вот эти шовинистические вопросы, и поддерживают, откровенно поддерживают, шовинистов, фашистов российских. То есть это все очевидно, и поэтому этот не зря режим Назарбаева и Комитет национальный безопасный выбрали именно этого берзавца Дмитрия Оленикова, чтобы он атаковал именно меня лично. Поэтому я принимаю эту атаку. И чтобы быть более объективным, я хочу преподать этому Дмитрию Оленикову мастер-класс, как нужно вести журналистику. Я хочу преподать именно мастер-класс еще и подать Назарбаеву, Тукаеву, как политики должны вести прямые диалоги, как политики должны вести прямые дебаты, чтобы на них смотрел весь мир, и чтобы журналисты были не только с Хабара, были со всего мира, и все слушали, и задавали прямые неудобные вопросы. Вот это будет более объективный, будет более честный ответ, а не то, что они там делают заказные, такие вот откровенные... С дальними лицами, неизвестными, которые что-то там говорят за кадром. Откровенные. Один такой из самых главных, скажем так, трюков, которые используют в том числе против и активистов, вот сейчас против вас, в том числе против Мухтара Блязова и всех членов его семьи используется всегда один и тот же трюк. Какие-то неизвестные люди, они их называют Икс, дают показания. И вот на основании показаний людей Икс, которые, как правило, оказываются потом сотрудниками КНБ или полиции, вот строятся и фабрикуются абсолютно все дела. И, конечно же, если вы их вызываете в прямой эфир, им сказать нечего, поэтому они, скорее всего, постараются сделать вид, что якобы они вашего приглашения не услышали. Вот что тогда вы собираетесь делать? Вот как вы будете, в принципе, двигаться? И вот вы сказали, что с сегодняшнего дня вы, в принципе, собираетесь... Ну, фактически, они вас признали оппозиционным политиком. Что это для вас значит? То есть какие ваши следующие шаги, какую оппозиционную партию или движения вы поддержите? Есть ли у нас партии в Казахстане, которых можно назвать вообще оппозиционными? То есть вот ответите, пожалуйста, тоже на эти вопросы. Ну, как вы знаете, я официально объявил их, что я в конце 2020 года, что я являюсь, становлюсь сторонником мирного оппозиционного движения демократических выборов Казахстана. Сегодня, после таких атак, я становлюсь ярым сторонником мирного оппозиционного движения демократических выборов Казахстана и движения Кощи партии, которые резолюция признала, еще раз признала, черный по белому напишет, что это не является экстремистскими партиями. Это мирные оппозиционные движения. Поэтому я... Это еще раз подтверждение к тому, что Ултар Кабулыч идет в правильном направлении, и это 25-летняя борьба с режимом. Это именно доказательство того, что ни лидер этого движения, Мухтар Кабулыч, не является никаким беглым олигархом, он не является оппозиционным политиком в отношении этого преступного режима Назарбаева. И поэтому я еще раз говорю, что я сегодня официально еще раз подтверждаю свое намерение, я буду яростно сражаться именно за те идеи, идеалы демократии, свободы. И поэтому вот с сегодняшнего дня я даже буду больше позиционировать себя как оппозиционный политик. Именно режим сделал все, чтобы я стал именно этим оппозиционным политиком. Потому что вот эти массовые репрессии, массовые репрессии, убийства гражданских активистов, заказные убийства, показательные убийства, убийства детей, гражданских активистов, показательные. Это любого человека, нормального мыслящего человека не может делать равнодушными. И поэтому я таким образом оказался, сперва оказался в правозащитном деле, а теперь я оказался в оппозиционном политике. И я рад этому, что я сегодня уже являюсь политиком. И поэтому в следующей эфире, когда будете у нас в какой-то диалог, пожалуйста, представляйте меня как оппозиционный политик мирного оппозиционного движения демократических выборов Казахстана Барлык Мендагазиев. Хорошо. Огромное вам спасибо за такое смелое решение. Несмотря на то, что на вас оказывается давление, я хотела бы еще вернуться к тому моменту о лидерах Коши Партиасы. Потому что сейчас, по сути, мы знаем, что все лидеры Коши Партиасы, они проходят по 182-й статье, их обвиняют фактически в организации, экстремистской организации. Это абсолютно надуманные обвинения. И Европейский парламент призвал власти Казахстана немедленно, немедленно освободить всех членов этого оппозиционного движения Коши Партиасы. ваши дальнейшие шаги. То есть вы будете объединяться, вы спланируете какие-то реформы. Ну, то есть какие дальше шаги, куда, к какому Казахстану вы стремитесь. Потому что это все-таки очень важно знать тем людям, которые вместе с вами сейчас пытаются двигаться вместе, или они, например, сомневаются, или они еще думают, присоединятся к вам или нет. То есть вот какой месседж вы хотите послать этим людям. Потому что, ну, понятное дело, что сейчас разные есть активисты, которых вы поддерживали, или же финансировали будучи меценатом, пока кто-то находился в заключении. Вот как вы видите сейчас развитие этих событий? Ну, сегодня Казахстан стоит именно, идет такая волна, вот именно сознание гражданским обществом о том, что без самих граждан, без самого народа казахстанского никакие реформы невозможны. Резолюции, это да, это очень большая поддержка со стороны демократических и европейских стран. Но без гражданского участия, без нашего личного участия в этом, в строительстве нового Казахстана, свободного Казахстана, демократического Казахстана, не может быть ничего, никаких целей мы не можем добиться. Поэтому я осознанно вступил, именно стал сторонником мирного оппозиционного движения демократического выбора Казахстана. Потому что это единственная сегодняшняя партия, которая единственное что-то может противостоять этому преступному режиму Назарбаеву, у которых есть вполне понятная, четкая платформа, у которой есть огромное количество сторонников, у которых насчитывается более миллиона человек, и которые они именно пытаются таким, то есть общество, почему еще раз говорю, я стал сторонником, я всегда об этом говорю, я не стал сторонником, именно Мухтар Кабулыч обязывал, нет, я стал сторонником, стал на сторону большинства гражданских активистов, большинства простого народа, которые все хотят иметь, чтобы именно демократический выбор Казахстана, пришел к власти, реализовал свои реформы, и поэтому мы будем добиваться, именно чтобы добиваться, через площади, через улицы, добиваться, чтобы эта партия была зарегистрирована, и чтобы они вообще вот эту лексику не использовали, экстремистское движение, поэтому это же кто говорит, это именно пропагандирует, именно режим преступный, потому что они именно боятся этой партии, потому что именно это движение представляет им большую угрозу, и поэтому естественно осознанно, и я лично стал осознанно, меня никто не уговаривал, меня никто не подкупал, мне никто не уговаривал, я это делал по собственному желанию, по велению в свое сердце, и поэтому я всегда призывал, и буду призывать, пожалуйста, включите просто свой внутренний интеллект, свой внутренний разум, свой внутренний голос, и посмотрите вокруг, что происходит, сегодня, то, что вот это произошло, вот сегодня такая огромная идет дискуссия в социальных сетях по поводу Макса Букаева, я хотел бы здесь отдельно на эту тему прокомментировать, что я 100%, 200% поддерживаю, Мухтар обязываю, его вот эту реплику, вот это обращение к Максу Букаеву, вернее всего, Макс Букаев спровоцировал сегодня такую огромную дискуссию в обществе, то есть, понимаете, здесь не может быть никаких, тем более, Макс Букаев, он является, уже на сегодняшний день является официальным политиком, он стал на сторону демократической партии Казахстана, мы не этого, никто, допустим, я как сторонник, где мы хотим выбрать Казахстан, я самый первый записал видеообращение к Максу Букаеву, поздравил его с освобождением, и я искренне радовался, я назвал даже его национальным героем нашим, но потом я стал не верить своим ушам, о чем он говорит, я напомню, что он предложил фактически простить Назарбаева, по сути, ему уже 81 год, и давайте простим его за все его предыдущие действия фактически, и вот Мухтар Абьянзов говорил о том, что давайте простим его за расстрел жена, давайте простим за то, что они разворовали полностью Казахстан, и целый ряд собственно говоря других преступлений, которые совершил режим Назарбаева, и вот собственно напряжение повисло в воздухе, да, то есть а как его разрешить, то есть даете ли вы выход, скажем так, каким-то сторонникам или еще сомневающимся членам общества в Казахстане, вот как им донести свою позицию вам, что вы предлагаете? Здесь когда говорят о каком-то национальном согласии, о каком-то национальном перемирии, да, ребята, когда политики, как и в бизнесе, должна быть всегда конкуренция, не может быть, поэтому здесь допустим мирное движение, демократический выбор Казахстан, они находятся в таком же положении, как и демократические партии Казахстана, они не зарегистрированы, и поэтому естественно между ними должно быть, обязано быть, какой-то конкуренция должна быть, но и конкуренция всегда должна основываться на каких-то конструктивных, аргументированных фактах, а не так, вот вы объявили, очернили, нет, ведь повод подал сам Макс Букаев, он в политике не должно быть никаких двойных стандартов. То есть если он готов быть к диалогу, вы готовы с ним об этом поговорить, то есть чтобы он прямо разложил аргументированно, что именно он хочет сказать в ответ, то есть он сказал сначала «а», все поняли и разжевали, то есть как он получается и задает вопросы по его видению, что должно быть с Назарбаевым, исходя из того, сколько ему лет, то есть сейчас что можно сделать, то есть они как должны донести свою позицию люди, которые поддерживают или не понимают, в чем проблема собственно говоря с заявлением Макса Букаева. Мы все публичные люди, тем более мы себя позиционируем сегодня оппозиционными политиками, равно как Макс Букаев, равно как я, равно как Мухтар Кабулович, мы все публичные люди, поэтому мы все должны объясняться четко, если что-то кто-то общество что-то неправильно понял, месседж, проблем нету. Макс, я сказал, братишка, я ему официально писал публичное обращение, я записывал видеообращение ему, но ответа нет никакого абсолютно, то есть мы говорим, Макс, братишка, скажи, пожалуйста, это не так, это же неправда. А у вас раньше с ним были какие-то контакты, я знаю, что вы поддерживали членов его семьи, в том числе когда Макс был одним из политических заключенных, вы вообще какой-то от него контакт получили, то есть после этого, после выхода, я понимаю, что во время того, когда он сидел, да, была связь, а вот сразу после этого была связь или вообще тишина? У меня никогда не было связи, я Макс лично не знаю, я так же знаю, как и все казахстанцы знают, что этот человек, в общем-то, борец, именно правозащитник, именно борец против режима Назарбаева, и вот эти земельные митинги, которые Макс организовал, это все мы поддерживаем, и я в том числе поддерживаю, и поэтому мне было очень неприятно слушать, когда уже Макс освободился, уже на свободе, он говорил, он сперва один раз так сказал, я сперва думал, ну, бывает такое, со мной тоже такое может быть, мы же все в прямом эфире говорим, бывает такое, кто-то неправильно что-то недосмыслил, недоговорили, что называется, да, но когда он сделает второе, и третье заявление, тогда, естественно, он вызвал бурю, негодование в обществе, в социальных сетях, поэтому инициаторам вот этого большой дискуссии, вот этого большой, как мне звонят мои друзья, Барлык, ну, зачем вы грязью уплеваете, я говорю, нет, я ни одного слова не сказал в сторону Макса, я наоборот говорю, Макс, пожалуйста, выйди в эфир, вот так, у тебя есть телефон, объясни, скажи, нет, четко скажи, нет, не так, или скажи, да, политическая партия Казахстана, мы за то, чтобы не преследовать Назарбаева, за то, что оставить все его вот эти награбленные, все, вопрос сам собой снимется, политики должны выясняться, никаких двойных стандартов не должно быть, и поэтому я поддерживаю Мухтара Кабулыча, он правильно, четко сказал вопрос, Макс, и он остает, оставляет все равно возможность, он не оскорбляет его, в то время, когда многие, даже мои друзья, просто, ну, накинулись на Мухтара Кабулыча, ну, откровенно, оскорбляет, просто, не имея никаких аргументов и фактов, ведь мы все публичные люди, вы можете меня вызвать на дебаты и сказать, нет, Барлык, ты не прав в отношении Макса, ты не прав, это вот самое главное, да, вот, Мухтар Кабулыч тоже не прав, хорошо, ребята, я вот, открытый, я буду говорить с вами, может быть, я действительно могу ошибаться, но, видите, в обществе понимает это все именно так, как оно как Макс преподал это, но это время еще есть, мы поэтому говорим, Макс, братишка, ты, почему я его называю, это очень, очень такое слово, близкое, потому что я его считаю своим идейным другом, своим идейным братом, а что такое идейный брат, мы хотим построить демократическо-свободное государство без Назарбаева, и мы хотим избавиться без стандартов режима, не вопрос даже без Назарбаева, без стандартов Назарбаева, режима, Назарбаевского режима, и поэтому мы все за это, и люди, Жану Зене погибли за это, были расстреляны, были политические убийства, а как тысячи, 8,5 тысяч репрессированных в Казахстане, а как ихним быть семьям, как ты им скажешь, Макс, ну ладно, ты меня можешь убедить, а как ты убежишь тех репрессивных семей, ну и сейчас суд сидит на Джанбалате Магадил, даже никто не знает о том, что и кто, как эти судебные заседания проходят, вот мы там узнаем из маленького отрывка на ЗТК, которые тоже удивительным образом туда попали, а больше никто туда в принципе из гражданских активистов и правозащитников даже вообще не знал об этой информации, то есть вот как это тоже судилище можно простить, да, как можно простить убийство Джанбалате Агадил абсолютно жестоко для того, чтобы запугать молодежь, для того, чтобы запугать детей активистов прямо перед выборами в парламент. Вот я хочу сказать Максу, Макс, ты посмотри в глаза маме Дулата Агадилы, каково маме терять своего сына, каково бабушке терять своего внука, который убил Назарбаевский режим, который по заказу исполнили исполнители были Масимовские стрельбятники. Почему я называю Назарбаева это тиран, где-то убийца? Потому что все делается в этой стране, в Казахстане делается по его приказу, по его молчаливому приказу, по его команде. И поэтому, Макс, мне не надо объяснять, объясни, вот как вы пример сказали, объясните Дулат Агадиловский, Дулат Агадил маме, объясните Жамбулат Агадил маме, каково им такое? Ты представляешь, о чем, что ты сказал сегодня? И вот это общество, естественно, вызывает бурю негодования, бурю возмущения. Но, естественно, люди, которые не понимают, они начинают, не разобраться в ситуации, начинают очернять уже наоборот в сторону, допустим, они ко мне накидываются, даже мои друзья, идейные друзья сегодня, которые накинулись на меня, и я пытался все равно, пытаясь с ними вести диалог, я им объясняю, ребята, подождите, я же никого не атакую, я просто хочу поговорить с Максом, публично, я не люблю Ну, готовы ли они к этому диалогу? Это вопрос. И мы узнаем об этом, в принципе, в скором времени, если они проигнорируют ваше предложение к диалогу и какую-то аргументацию, значит, они не готовы. Если же они все-таки предпримут такую пробу, ну, отлично, я даже могу выступить модератором в такой ситуации. Барлык, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас принята резолюция, вы сказали, что это огромное достижение, шаги дальше, вот как заставить резолюцию фактически работать, потому что рассчитывать на то, что власти Казахстана возьмут и выполнят рекомендации, это, конечно же, крайне было бы наивно, то есть это казахстанцы в первую очередь должны фиксировать нарушение рекомендации резолюции, тогда правительство Европейского Союза и других стран будут иметь веские аргументы для того, чтобы фактически запустить механизм санкций. Мы видели это на примере Беларуси, мы видим это на примере России и сейчас это будет происходить на примере Казахстана. Что именно должны сделать казахстанцы и когда для того, чтобы санкции начали двигаться вперед и мы фиксировали системные нарушения прав человека, помимо того, что уже и так подтверждено резолюцией Европейского парламента. Самое главное, резолюция должна исполняться казахстанским правительством. В их словах, лексиконе, они используют казахстанское правительство. В моем понимании это казахстанский режим. и поэтому гражданское общество, потому что это резолюция в защиту гражданского общества. Но европейские сообщества, вообще мировая практика так не работает, они не могут помогать тому, кто сам себе не хочет помогать. Поэтому гражданское общество должно добиваться исполнения этой резолюции. и только через мирные протесты на площадях и улицах, в котором Мухтар Кабулыч объявил 28 февраля проведение мирных митингов во исполнении и выполнении резолюции. О чем он так говорит? Кстати, да, и Макс Букаев первым объявил, за что я его был и очень благодарен ему, я восхищался его мужеством, и первый объявил об этом, об этих митингах, мирных митингах именно Макс Букаев. И поэтому прислушиваясь, пока еще мы прислушиваемся к Максу Букаеву, пока мы ему верим, что он не является, не ведет торгист на Забаевском режиме. И поэтому 28 февраля по всей стране, мы должны во всех городах выйти именно с требованием это исполнение от резолюции, конкретно именно прекращение массовой репрессии в отношении собственного народа, выпуск освободить всех политических заключенных, это у нас там порядка около 27 человек сейчас, 27 человек, и проведение политических реформ. Что такое политические реформы? Это регистрация всех оппозиционных демократических партий и движений, в том числе демократические партии Казахстана, демократический выбор Казахстана, Кощи партии, и вот это самое главное, потому что именно это исполнение этой резолюции, если же казахстанский режим, он не будет это исполнять, понятное дело, только через площади, только через улицы, только так мы можем спасти собственный народ, спасти свою страну, спасти своих детей, именно в наших руках это все, не в руках Европарламента или Еврокомиссии, нет, когда мы покажем еще раз, что вот видите, с этим режимом невозможно вести никаких переговоров, поэтому мы здесь, я в том числе лично работаю и буду работать до тех пор, пока эти санкции не будут приметы в отношении Назарбаева, в отношении всей его этой воровской шайки, преступной группировки, которые воцарились сегодня в аккорде, и мы будем добиваться, что бы это нам не стоило, возможно это будет стоить жизни мне, но я буду добиваться, чтобы Назарбаев попал в этот список, чтобы Масимов попал в этот список, только так мы можем остановить эти репрессии, только так мы можем Казахстан уберечь от стандартов Северной Кореи, и ведь именно этого Назарбаев он превратит, хочет Казахстан в Северную Корею. А вот что могут сделать казахстанцы, которые по каким-то объективным причинам, объективным причинам, я не говорю о том, что люди хотят быть диванными наблюдателями, а реально объективным причинам, но не могут выйти на протест. Что они могут сделать для того, чтобы поддержать протест и других, кто участвует на этом протесте? Самое главное сегодня для гражданского движения, для правозащитных организаций не хватает финансирования, это понятно, потому что режим делает все возможное, мы видим последние решения в отношении неправительственной организации, их преследуют, их прессингуют, оказывают на них давление, и соответственно гражданским правозащитным организациям, неправительственным организациям, гражданским активистам, всеми политическим заключенным нужна сегодня уже помощь, о чем я и занимался, почему я был вовлечен в этот процесс, поэтому сегодня нужно самое главное оказывать поддержку гражданскому обществу, именно каждые, хоть, не знаю, 100 тенге, хоть 500 тенге, хоть сколько-то, поэтому я надеюсь, после этого эфира тоже будет приложена информация, куда вы можете пожертвовать, и только так, это не сколько деньги будут важны, сколько важно будет, что вы все, вам не безразлична судьба казахстанского народа, вам не безразлична судьба ваших детей, и этого не нужно бояться, потому что, еще раз говорю, все эти партии должны быть зарегистрированы, неважно, вот, понятно, там много вопросов возникает по демократической партии Казахстана, но даже я сегодня говорю, пусть тоже регистрируются, это пусть сам народ решает, в этом я тоже с Максом согласен, я об этом всегда об этом говорил, вот зарегистрируйся, а пусть народ решает, на выборах, на честных выборах, и тогда все встанет на своих местах, но дело в том, что как раз это поле для конкуренции в политике, она выжена за 30 лет именно этим преступникам Назарбаевым, поэтому здесь только через площади, только через улицы мы можем добиваться, но мы должны четко посылать месседж обществу, что мы против преступного режима Назарбаева, никаких торгов не может быть с ними, это очень опасная практика торговаться с ними. А вот смотрите, тут еще один из наших читателей задавал вопрос, правда ли, что санкции могут быть приняты в течение 6 месяцев, я хочу сказать, что на примере той же самой Беларуси вы видели, что массово участники мирных протестов, я подчеркиваю, участники мирных протестов, они призывали ввести персональные санкции, и Европейский Союз ввел, и сейчас постоянно эти списки персональных санкций в отношении представителей белорусской власти пополняются. То же самое происходило ранее в Молдове, когда в течение определенного количества времени, то есть минимум 6 месяцев, гражданское общество, конечно, сложно сравнить Молдову вместе с Казахстаном, там совершенно другой драматизм преследований, не такой масштабный, как в Казахстане, но тем не менее, там гражданское общество также требовало введения персональных санкций. И только после выхода на площади с требованием персональных санкций в отношении конкретных чиновников Европейский Союз, а также США услышали голоса граждан Молдовы и ввели персональные санкции. В Беларуси же это произошло фактически месяц спустя, после начала массовых протестов, когда белорусы вышли и требовали персональных санкций. Сейчас мы слышим о том, что в России также будут часть лиц, которые ответственны за разгоны и за отравление Навального, за его сейчас также политически мотивированное преследование в России, также попадут под персональные санкции. Поэтому все зависит от вашей активности. Если активности будет мало, конечно же, процесс по санкциям к сожалению затянется. Это объективно влияет на процесс. Но если же ваши голоса будут звучать, тогда процесс будет идти значительно быстрее и Казахстан будет находиться на повестке международных организаций, правительств Европейского Союза и США и, конечно же, санкции будут приняты быстрее. Я напомню, что в отличие от Белоруссии и России в Казахстане у вас есть одна замечательная особенность. Режим Назарбаева настолько был разбалован вами, дорогие зрители, что он прямо регистрировал все на своих родственников. То есть и все члены семьи Назарбаева, его дочери, детья и так далее, все по списку, они находятся в списках Форбс. Вся недвижимость, все их счета, это все абсолютно легко найти. Оно находится в Европе, вы видели и сами не раз уже, все их дворцы. И Путин просто нервно отдыхает в уголке и действительно является скромнягой по сравнению с аппетитами семьи Назарбаевых. Но чтобы какие-то были движения, это в первую очередь должны быть ваши движения, ваши требования, что вы хотите этот беспредел остановить. Барлак, вы еще что-нибудь хотите добавить? Совершенно верно. Именно поэтому пользуясь случаем еще раз я хотел бы обратиться к своим землякам из Уральска, из города Оксайя и присоединиться к этому разрешенному мирному митингу, который единственный город пока на сегодняшний день разрешили, но не знаю насколько это реально, что они завтра могут опять отозвать это разрешение, присоединиться к этому мирному митингу с требованием выполнения именно этих резолюций, с требованием еще и введения таких санкций против режима Назарбаева. Только так мы можем выйти и показать свою солидарность со своим собственным народом. И особенно я хочу обратиться к своим родственникам, дальним, близким, к своим коллегам по работе. Вы все сегодня являетесь заложниками, именно о вас резолюция сегодня говорит. И резолюция не может вас защищать, пока вы сами себя тоже не будете защищать. Не будете говорить об этом. поэтому вот этот челлендж, который везде идет о том, что все родственники или члены семьи политических заключенных запишут видео челленджи и говорят о том, адресуют евродепутатам, европейским политикам о том, что пожалуйста, нас преследуют. Это как бы такой месседж, нужно обязательно посылать. и поэтому когда вы пойдете на этот мирный митинг, который состоится 28 февраля в 12 часов возле памятника Мачуг Маметовой в городе Уральске, и обязательно фиксируйте все нарушения, которые будут применяться в отношении вас от стороны правоохранительных органов, со стороны я не знаю каких-то там провокаторов. Фиксировать лица карабетов, обязательно фиксировать лица карабетов. И это и есть, мы покажем, мы будем бороться все равно, мы будем показывать постоянно посылать этот месседж европейским депутатам и соответственно будем добиваться здесь мы находясь за границей мы работаем над этим мы обязательно сделаем добьемся того, чтобы в этот санкции попали именно эти преступники из Назарбаевского режима и сам Назарбаев попал но только мы вместе можем никто из нас в одиночку не может победить этот режим никто не может изменить нашу страну к лучшему к свободному Казахстану к демократическому Казахстану никогда не придут к нам в Казахстан инвестиции пока будет находиться у власти этот преступный режим диктаторский режим поэтому ни одни здравомыслящие инвесторы не придут в Казахстан кроме нефть нефти и газа и золота поэтому ну ведь у нас же малый и средний бизнес вообще сегодня разрушены убиты по сути поэтому мы все заинтересованы и бизнес и простые гражданы вот вот это я хотел бы сказать пожалуйста приходите еще в заключение здесь было несколько вопросов первый вопрос был каким же образом можно все-таки переслать деньги ну во-первых сразу после окончания этого эфира я опубликую в комментариях и к описанию к этому видео данные как можно перевести в Казахстане средства да то есть на счета например жены Кайрата Клышева и Асхата Жексибаева на эти два счета собираются деньги для семей политически заключенных и политически преследуемых в Казахстане вот если вы хотите прислать сказки вы можете сделать это именно на эти счета любую вашу возможно для вас посильную сумму каждая сумма действительно помогает поэтому сделайте перевод если вы хотите поддержать международную компанию которую мы проводим по санкциям как сделать именно пожертвование вы заходите в био в описание в шапочке у меня на профиле в инстаграм и там есть ссылка вы проходите по ссылке и через свою кредитную карточку можете сделать пожертвование минимум 5 евро а дальше как вам удобно и сколько вам удобно пересчитывается сразу автоматически из семьи в евро просто минимальная сумма это 5 евро вы можете посчитать по курсу и понимать сколько с вас снимут и конечно же любой ваш вклад он обязательно помогает потому что напомню что например наша организация во время евромайдана в украине мы собрали больше 300 тысяч евро только на защиту прав человека тех кто преследовался во время евромайдана на европейских площадках в обсе парламентской ассамблеи совета европы и напомню что тогда тоже были приняты санкции была огромная массовая поддержка то есть если нет поддержки народа который дает возможность гражданству и правозащитным организациям двигаться в том числе на зарубежной арене профессионально двигаться не будет результата это не может финансировать какой-то один большой дядя это не может финансировать другие правительства потому что к сожалению вот как в случае с резолюцией европейского парламента вы видите что мы обязаны в том числе выявлять благодаря источникам которые у нас есть в МИДе Казахстана даже коррупционные какие-то действия и абсолютный откровенный лоббизм со стороны европейских чиновников которых скорее всего подкупили или под каким-то давлением держат раз они лоббировали в интересах правительства Казахстана поэтому это могут быть заинтересованы в поддержке таких организаций как открытый диалог фридом Казахстана и другие организации которые работали над резолюцией только простые граждане понимаете только вы потому что мы защищаем ваши права если вы не поддерживаете такие организации ну не может быть защиты прав человека поэтому если вы хотите эффективной защиты поддерживайте поддерживайте тех кто сейчас находится в авангарде тех кто сейчас сидят в тюрьмах они точно так же как и политические заключенные в России и в Беларуси нуждаются в поддержке в Беларуси вы знаете собрали больше 9 миллионов евро уже на сегодняшний день в России там еще больше там все собирается даже в биткоинах то есть суммы просто баснословные Казахстан далеко не бедная страна и если вы выбираете сделать очередной день рождения какой-то с пышным столом или же все-таки сделать вклад для вашей же семьи в развитие демократического Казахстана где вы сможете нормально действительно передвигаться развиваться и не переживать завтрашний день это ваш вклад и ваш выбор ну я на этом заканчиваю эфир я сейчас пока что не вижу вроде других вопросов мы постарались на все вопросы ответить Украина это не Казахстан ну конечно Украина это не Казахстан в Украине огромное гражданское общество которое зубами загрызет любого кто постигнет на права человека а в Казахстане пока что вы просто наблюдаете за новыми ожерельями майбахами там и другими часами всех членов семьи Назарбаева и при этом жалуйтесь что у вас из крана не течет вода это разница дорогие мои ну научитесь просто защищать свои права и быть солидарными поддерживать тех кто борется так ну и в принципе все Барлэк огромное спасибо вам за эфир сегодняшний за ваше время в субботу вечера и всем тем кто был сегодня вместе с нами до новых встреч спасибо спасибо большое пока пока